Всем привет, друзья! Вы на канале Apple Siberia. Сегодня поговорим о новой фишке Instagram. Это Instagram TV. Соответственно, это, как известно, вертикальное видео. И поработаем вместе с вами в Final Cut с вертикальными видео. Но также не забываем о том, что все наши видео сняты в горизонтальном режиме, и мы будем преобразовывать их, собственно, в вертикальный режим. Это все выглядит вот так. Я, кстати, в описании добавил файлик вместе с вот этими границами. Это те самые границы, за которые вам желательно, чтобы объект не выходил. То есть, все, что находится вот в этих полях, Instagram вам отрежет. И, собственно, это не будет видно в этих самых вертикальных видео. Также, если у вас новая версия Final Cut, вы можете зайти во View. И вот здесь в Overlays выбрать Show Horizon. И примерно, как вы видите, да, то есть вот сюда вы можете заступать. Но это я имею в виду для тех, кто, допустим, не хочет заморачиваться с моим файликом, не скачивать его. Вот вы примерно можете ориентироваться вот по вот этим меточкам и знать, что чуть-чуть вы можете немного заходить за них. Но я, собственно, выключу, буду работать со своей вот этой замечательной, со своим шаблоном, назовем его так. Собственно, давайте посмотрим, как правильно отцентровать. Но я думаю, вы, собственно, сами уже догадались, как правильно отцентровать это. Выбираем файлик. Ну, давайте, наверное, начнем сначала. Переместим наши, собственно, контрольные линии. Опять же, шаблон. И выбираем файлик. И в Transform. Ну, здесь, в принципе, нормальный кадр. Но, допустим, вот здесь оно чуть-чуть уезжает в сторону. Допустим, нам дальше ничего не надо. Мы обрезаем Command-B. И выбираем наш файлик. Ставим в инспекторе. Заходим. Выбираем плюсик. Ставим ключик. Это чтобы по времени у нас было синхронизировано. Также выбираем здесь примерно последний кадр. И тянем. Тянем наши видео. Смотрите, чтобы верхние границы были также хорошо. Чтобы они не вылазили никуда. И смотрим, что происходит. Вот мы можем видеть то, что сама камера немного уходит в сторону. Но из-за того, что у нас трансформом получается, она уходит. Ну, здесь уже другой отрывок начался. Но трансформом из-за того, что она уходит немного в сторону. Мы можем видеть то, что, в принципе, все остается ровно по центру. И это замечательно. Соответственно, вы можете сделать цветокоррекцию. Добавить, допустим, музыку, звук. И, собственно, сделать вот такое вот замечательное видео. Но не забывайте о том, что мой файлик потом нужно будет удалить. И, собственно, как выводить такие видео, да, ровным счетом точно так же. Выбираем, допустим, Apple Devices Full HD. Желательно, конечно, Full HD, не 720p, 4K. Я думаю, еще рано на телефоны отправлять. Но вот, допустим, Apple Devices вы, получается, экспортируете это видео. И через AirDrop отправляете. Отправляете на свой айфончик. И выставляете в Instagram TV. Но это был у нас, на самом деле, первый способ. И второй способ я хочу показать. Мы заходим в File, New. И выбираем Project. Вот здесь с частотой кадров немного придется вам поморочиться. То есть узнать изначально видео, с какой частотой кадров было записано. Но представим, что 24 в принципе. В принципе, большинство видео снимается именно с такой частотой кадров. Ну, допустим, iPhone, насколько я помню, снимает 30 кадров. Но это также меняется все в настройках. Ну, давайте выберем 24 кадра. И формат мы выберем Custom. Для того, чтобы поменять вот эти значения. И чтобы у нас видео изначально было вертикальным. То есть заместо 1920 на 1080 мы меняем эти значения. И пишем 1080 на 1920. Со звуком тут ничего не будем выбирать. Давайте, наверное, напишем тогда. Vertical. Класс. Vertical. Давайте, наверное, так сделаем. И мы с вами можем заметить то, что проект у нас стал вертикальный. Поэтому мы просто закидываем наше видео. Вот, допустим, наши, опять же, замечательные капкейки. Закидываем. И мы видим то, что у нас немного не по формату. Поэтому мы, соответственно, опять же, заходим в трансформацию. И тянем. Тянем. Увеличиваем. Смотрим, опять же, на верхние границы. Чтобы все было хорошо. И вот так выглядит это видео. И, соответственно, для того, чтобы, опять же, выровнять его, заходим в трансформ. Давайте вот первый кадр, чтобы у нас был ровно. Также еще, чтобы по центру было, можно за эту штучку отбраться. И у нас направляющая линия будет ровно по центру. И вот выбираем начальная точка у нас. И выбираем, допустим, вот конечная. Забыл ключик поставить. Давайте ставим ключик. Переходим в конец видео. Тоже... Нет, тут мы ключик не ставим. Извиняюсь. И перемещаем. Не забываем про верхние границы. Для того, чтобы у нас не было черных остатков. Вот, собственно, можем видеть то, что все, в принципе, по центру. Ну, немножко туда вылазит. Но это, если вы хотите, можете немного заморочиться. Собственно, выводим этот проект ровно так же. Давайте сейчас я выберу, допустим, опять же, Apple Devices, Full HD. И посмотрим, чтобы все было нормально. Как мы можем заметить, тут немножко свое разрешение поставим. Но это не страшно. Мы заходим просто в Resolution. И выбираем, опять же, 1080 на 1920. Нажимаем клавишу Next и сохраняем там, где нам, собственно, нужно. На этом все. Это был довольно простой урок для того, чтобы у вас сложилось понимание о том, как делать вертикальное видео. На самом деле, это все очень просто. Я надеюсь, что у вас получится создавать реально крутой контент для Инстаграма, поскольку он, собственно, сейчас активно развивается. На этом все. Спасибо, что посмотрели данный видеоурок. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok